Вы сказали, что можно использовать подхваты ног Я прошу прощения Да, 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 это два чемпионов мира Петер Стоянов, Балкарин и Балкарин Позапрошлого турнира Это получается уже полуфинал? Да, это уже пошли полуфинал Тот турнир выбил Караев И Стоянов обещал вернуться За третье место я сказал, что я вернусь, я выиграю Вот сейчас посмотрим У тебя встречались всего вечера? Да, они встречались в Катахмира И последний раз, когда я лично имиделся в Балкарин Балкаринский турнир Выиграл Диамбар Петер Стоянов Как он ушел в линии накида Рассчитывая на то, что Стоянов будет в мощности Я думаю, что в какой степени счастлився наш гость Игорь Киринов Потому что седьмой чемпион И ни разу никто не смог ставить два в дипе Он еще не смог два раза выиграть наш турнир И если сейчас будет заметно, то вы увидите, как запомнилось зрителя Первые движения в прошлом На первом сфере не встречались в финале Стоянов тоже, как дилетант Восхитил старт Сейчас аккуратно Сейчас очень аккуратный старт Они знали, что они могут Видите, они же как смягчили Все ждали как будто подвох с трансапетом И когда уже Стоянов сейчас убедился, что старта нет Смотрите, как он аж подпрыгнул Он всю свою мощь, никакой не мягкий И вот этим мощным толчком Кстати, вот то, что Стоянов спрыгнул вот так вот Стоянов, это будет о чем? А то, что он готов был вести сколько угодно Если бы вдруг Бьямба там каким-то чудом на секунду завис бы Стоянов бы тоже прыгнул точно так же Потому что это принципиальная схватка Вот как сказал наш сиротик, до тех пор Зрители довольны, спортсмены довольны А я там тоже, что многие подавляли зрителя Потому что турнир действительно захватывающий Но Бьян противился раньше Но для этого мы и работаем То есть ноги у него были в Дахе в кругу до тех пор Пока он абсолютно на 200% Убедился, что схватка уже за ним Вообще борьбы, не только с умом Тарас Янчук, Алан Карая Приходи вы Из зрителей, из представителей Тарас Янчук В единоборстве Все восхищались Плачет, что он сам испугался И дернулся чуть назад Не испугался Он почувствовал, что Караев не стартовал В этом мужчине Решил не стартовать ему навстречу А Караев Как? Долго и не туалился в Дьямбе Я думаю, что такая мысль пропольная Закралась Почувствовал, что не стартовал Начал было стартовать Не обидел себя Но Караев просто оставился на месте Которые считают, что есть только первое место И все остальные Просто опустили Или первый Никакой Кстати, вот Аяс Монгуш Который нам сегодня упоминался Один из своих Движений Иранчука Он как раз истанет Он как раз именно такой Он никогда не будет за третье место Вот парьер-пак Хватка за третье место Тарас Янчук Самарский спортсмен Или он проиграл 20-й 23-й Уже этот турнир стал трагедией для Бьямбе Он обыгрался, как он говорил Но потом появился Он прервал свою поярку Золотую серию И честно говоря, когда вызывали чудеса Ловкости, пластичности Вот видите, да, все-таки чувствительный спортсмен Повторяем это движение Для себя, видимо Чтобы запомнить еще раз его Это что я там не хотел сделать Так и сделал, так и получилось Он живет в Лос-Анджелесе Еще один портрет Еще один портрет Да, все, теперь Получилось Вот они все друг друга достойны Смотрите, как напали его на старт За третье место Его не было Вот мы сейчас смотрим Повтор Пошел Зинчук И Тарас Зинчук Четвертое место На секунду На долю секунды потерял Тоже пытался провалить Уйти, когда мы смотрим С вами Чемпионат России Мы косил эту всю мощь Кторый Зинчук Перспективно Но пока Без атаки Серьезно Польше развернуться В Сибири Хотя Опытно Зинчук Узнает Как он Уловка Уловка Забежал А тут он Стремящим Тут уже Захвата Нет Такая фотография Зинчук Взять Захвата Правой рукой Но Грамотно Не дает И мы Детелать Классно Выглядит Потому что Всем Зинчук Хватает Пустоту Он пытается Хватить И все время Нет И ему не хватает Пол сантиметра Потому что Абсолютно Чувствует Он отрежает На долю секунды Гямбо И занимает Плавное На будущее Бороться И побеждать Чемпион мира Гамбо И Классно Не расстроился Видите А сделал Просто Выгодит Правильный Я выиграл И Гямбо Живет В усами Довольно Всех Я думаю Что Следующий Торнир Это Для себя Это по сути дела Повторение Фунала За прошлого турнира Потому что Это всегда интересно Родоначальники И Мы постараемся В рамках турнира Личного Еще устроить Командную встречу Тот турнир выиграл Караев Тот турнир Караев И Стоянов Обещал Вернуться Сказал Я вернусь Я выиграю Будем с нетерпением Ждать Восьмого турнира Борис вызывает И японцев А с вами был Ведущий Константин Белый И заслуженный Мастер спорта По сумо И самбо Игорь Куриной Всего доброго Петер Стоянов Рад Счастлив Счастлив Я сделал это Говорит он про себя Я думаю Что в какой-то степени Счастлив И наш гость Игорь Куриной Потому что Седьмой чемпион И ни разу Никто не смог Стать дважды чемпионом Никто еще не смог Два раза выиграть Наш турнир И Если сейчас Будет заметный повтор Мы увидим Как Первое движение Вот в прошлом В прошлый раз Когда они встречались В финале Всех Просто Восхитил старт Сейчас Аккуратный старт Сейчас очень аккуратный старт Они знали Что оба могут Видите Они немножко Смягчили Все ждали Какого-то подвоха Со стороны соперника И когда уже Стоянов сейчас Убедился Что старта нет Смотрите как Он аж подпрыгнул Он всю свою мощь Своего 170 килограммового тела Направил Вала на Караева И тот не смог Удержать